Освящать Чернореченское водохранилище в праздник Крещения Господня – традиция, которой исполнилось 12 лет. Совершать чин освящения главного источника пресной воды города в начале 2000-х предложило руководство Севастопольского водоканала. Идею поддержал митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Отныне вода, которая каждый день по трубам проникает в городские дома, раз в году становится святой. Чтобы запастись ею впрок, достаточно просто открыть в квартире кран. Через несколько часов святая вода уже будет в доме каждого севастопольца. Конечно же мы молились о самом главном сегодня, о том, чтобы Господь умножал воды Чернореченское водохранилище, потому что все мы, севастопольцы, знаем, что это сегодня единственный сосуд, который питает, водный сосуд, который питает Сенеград-Севастополь. Поэтому мы с такой любовью и с такой бережностью относимся к этому, к водохранилищу. Я в Севастополе первый раз в этот день. И для меня очень много, не просто трепетный день или великий праздник, но очень много особенностей, как этот день отмечается. Мы привыкли к прорубь, в 12 часов ночи выходят люди, окунаются. Здесь традиции немножко другие, но это не меняет сути происходящего. И я очень рад видеть большое количество севастопольцев в храмах. После молебна в храме Святого Богоявления верующие крестным ходом направились к водохранилищу. Там подписно пение и молитвы благочинный Севастопольского округа протеерей Сергий Халюта совершил чин освящения. Воду, освященную на крещение, православные называют Великой Агиасмой, то есть святыней. Считается, что ее целебные качества способны излечить от душевных и физических недугов. Пить ее советуют в малых количествах. Кроме того, святой водой можно окропить стены квартиры или дома. Это на удачу и благополучие. Жена освящает нашу квартиру, дочери отнимают. И так, когда плохо, когда это тоже. Освящаем квартиру, когда надо, чуть-чуть пригубили святой водой. Есть традиции, традиции мы должны чтить. Из поколенных веков нам передают эту традицию. Эта вода вообще отличается от нашей простой воды. И поэтому желательно, мы даже детей в школе, у нас начальные школы, мы даже детей сегодня поголовки этой водичкой всех погладили. Пожелали им, чтобы у них был ум, чтобы они стремились к знаниям. 19 января прошлого года объем воды в Чернореченском водохранилище составлял около 35 миллионов кубометров. Сегодня запасы почти такие же. Водоем заполнен примерно наполовину. И, к слову, еще будет пополняться. Сегодня мы имеем 31 миллион с половиной наличия. Тот объем, который мы имеем, мы верим, что еще за 2-3 месяца мы наберем еще 30 миллионов. Снег в горах имеется, мы знаем, провели такую снежную разведку. Надеемся, что Бог с нами каждый год напомогает наполнить водохранилище. Объем воды, который мы наполним к 1 мая, как минимум миллионов 50, нам будет хватать для того, чтобы воду обеспечить. Хранить запасы святой воды люди планируют до следующего года. Верят, ее чудодейственная сила будет сохраняться все это время.